здравствуйте вы смотрите проект в гости сегодня с нами президент одного из крупнейших в европе центров по изучению изменений климата это господин антонио наваро здравствуйте здравствуйте рад встрече очень приятно вас видеть добро пожаловать в улдивосток антонио наваро президент средиземноморского центра по изменению климата родился в неаполе высшее образование и научную степень получил в университетах болонии и принстона на протяжении карьеры доктор наваро опубликовал более 90 научных статей а также написал и отредактировал несколько книг кроме того в международной прессе не раз появлялись научно-популярные статьи антонио наваро предназначены для широкого круга читателей интересующихся вопросами изменения климата на планете завершается первая международная конференция которая проходит на базе дальневосточного федерального университета расскажите вот какие основные аспекты которые обсуждала ваше профессиональное сообщество вы считаете наиболее важными вынести на суд общественности не секрет что проблема климатических изменений одна из тем которые волнуют общественность по всему миру не так давно люди осознали что климат если приводить аналогию с театральной постановкой это вовсе не фон который остается неизменным по ходу представления это скорее актер который находится вместе с нами на одной сцене именно в силу своей изменчивости климат играет важнейшую роль для всей планеты и люди осознают это все больше к сожалению климат такая тема в которой буквально каждый считает себя специалистом наверняка у каждого есть пожилая тетушка которая ворчит мол никогда прежде погода не была такой жаркой как сейчас или что-то подобное с точки зрения научного подхода климатические изменения это куда более сложная вещь на сегодня это одна из сложнейших проблем современной науки с которой нам приходилось сталкиваться усилия ученых направлены на то чтобы попытаться понять как деятельность человека влияет и будет влиять на эволюцию климата на земле человечество пришло к той точке когда меняется состав атмосферы нашей планеты это происходит впервые в истории человечества и вопрос в том как мы справимся с теми изменениями которые уже внесли в систему я думаю что для наших зрителей будет интересно услышать о каких климатических изменениях в перспективе может идти речь в отношении нашего азиатско-тихоокеанского региона что собственно являлась одним из предметов обсуждения вот что произойдет в будущем во многом зависит от того что мы делаем сейчас в частности какое количество парниковых газов попадет в атмосферу в течение ближайших десяти лет именно из-за накопления парниковых газов возникает эффект нагревания поверхности земли наиболее сильно это может отразиться на северных регионах планеты где нагревание поверхности приведет к таянию морских льдов уменьшению территории вечной мерзлоты и так далее в результате неизбежно будет меняться и схема осадков на земле поскольку осадки будут следовать за потеплением мы конечно стремимся понять эти процессы более детально но пока общая картина такова что некоторые регионы земли станут получать меньше осадков другие напротив получат их в избытке таким образом где-то придется бороться с наводнениями а где-то засухами повторюсь мы ведем научные исследования этих развивающихся процессов но это тот тип проблем с которым нам придется столкнуться рано или поздно не знаю что на конференции на ваших коллег и на тех кто это слышал произвели большое впечатление ваше ваше вступление относительно развития северного морского пути не могли бы вы озвучить основные моменты для наших зрителей в большинстве случаев когда мы говорим об изменении климата мы подразумеваем надвигающиеся в этой связи проблемы однако изменения это не всегда проблема иногда это возможности которые нам открываются так в случае с арктическими льдами мы ожидаем уменьшение их количество в результате потепления таким образом северный морской путь может стать доступным для круглогодичного прохождения судов что имеет огромный экономический потенциал он настолько велик что мы с большой осторожностью делаем предположение на этот счет и в то же время хотим быть готовыми к такому развитию событий в каком-то смысле открытие арктики можно сравнить с открытием атлантики в эпоху ренессанса которое произошло благодаря колумбу это событие повернуло ход истории столь же ключевым для истории человечества может стать и открытие северного морского пути я знаю что вы сами занимаетесь преподавательской деятельностью и здесь на базе университета будет проходить подготовка специалистов в области так называемой зеленой экономики насколько перспективным вам видится вот это научное направление и ну и прикладное в том числе для подготовки студентов подготовка специалистов приведу вам простой пример мы запускали программу по подготовке менеджеров в сфере изучения изменений климата около десяти лет назад и на сегодняшний день это одна из самых успешных и востребованных в италии образовательных программ отклик который мы получаем от студентов не оставляет сомнений в том что зеленая экономика это будущее мирового бизнеса она ставит нас беспроигрышную ситуацию ведь с одной стороны помогает контролировать изменение климата а с другой помогает развитию технологий и как следствие развитию экономики стран которые стремятся гармоничному существованию человека и природы этот путь подразумевает поиск таких решений для человечества которые будут формировать более здоровый стиль жизни и при этом помогут сохранить окружающую среду от разрушения думаю молодым людям близок такой подход поэтому эта программа обучения так успешно обычно когда говорят о глобальном изменении климата то принято говорить об этом как о чем-то неизбежном и о процессах на которые не может влиять отдельный человек это вопросы уровня государства крупных компаний и так далее как вам кажется должен ли каждый отдельно взятый зритель задуматься о какой-то своей личной ответственности и личном вкладе в сохранении достойных климатических условий у нас на планете прежде всего я бы призвал обычных людей расслабиться в нашем мире и так слишком много ответственности которые пытаются возложить на обычных граждан да личная ответственность важна но масштаб климатической проблемы поистине огромен поэтому не стоит питать иллюзий что правильное поведение отдельных индивидов сможет как-то и решить количество углерода которое мы выбрасываем в атмосферу настолько гигантская что требует решения на самом глобальном уровне я хочу призвать людей успокоиться расслабиться и продолжать жить обычной жизнью пользоваться личным автомобилем например не делая из этого проблему наше положительное влияние на экологию может выражаться в поведении призванном уменьшить так называемый углеродный след от человеческой деятельности если кто-то перейдет с угля на природный газ это замечательно если вы будете экономнее использовать электричество и другие источники энергии это тоже хорошо установка солнечных батарей в домах также отличная идея все что повышает экономичность использования энергии идет на пользу окружающей среде к тому же это полезно и для наших кошельков поскольку экономит наши деньги так что такое развитие событий выгодно для всех люди чувствуют себя причастными к решению глобальной проблемы и при этом получают ощутимые выгоды от этого ведь деньги сохраненные на грамотном потреблении энергоресурсов куда приятнее использовать на то чтобы сводить дорогих людей в ресторан не так ли климатические изменения это те глобальные процессы которые происходят в долгосрочной перспективе но вы очень точно ответили в одном из предыдущих ответов что мы не можем проверить что же произойдет верны ли наши изменения и прогнозы через сто лет потому что нас просто не будет на этой планете и тем не менее вот человеку которому хотелось бы задуматься о том какой будет земля на которой будут жить скажем наши внуки вот вы как ученые можете ну смоделировать условно говоря вот в каких условиях предстоит жить нашим потомкам будучи ученым должен подчеркнуть что мы не делаем предсказания относительно климата мы воспроизводим возможные сценарии то есть то что мы утверждаем это оценка возможного будущего это всегда несколько вариантов развития событий относительно глобального потепления могу сказать что она безусловно происходит но это не является тем процессом который легко заметить невооруженным взглядом для этого нужен комплексный подход и годы исследований ведь климат сам по себе величина непостоянная ему свойственны непрерывные колебания которые определяются сотнями причин так вот уловить глобальные изменения на фоне изменений временных это задача ученых я бы сравнил это с измерениями роста ребенка когда он стоит у стены сделать это просто но представьте что вы должны измерить ребенка который непрерывно скачет на матрасе тут задача многократно усложняется так вот климаты это и есть скачущий непрерывно ребенок он меняется по-разному в разных местах а наша задача вычислить некие закономерности именно из-за неустойчивости самого предмета научного изучения ответы специалистов на вопросы о климатических изменениях звучат подчас неуверенно мы всегда говорим возможно это или другое развитие событий однако наука сильна и мы научились выявлять определенные закономерности так что явления о которых я упомянул в нашем разговоре исполнится с большой степенью вероятности спасибо вам за этот разговор я желаю вам успешного сотрудничества с вашими коллегами здесь в воде востоке спасибо что заглянули к нам в гости и вам спасибо было очень приятно а и и Субтитры подогнал «Симон»!